Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizosan.ru Давайте я вам в этом видео расскажу, сколько денег брать для отдыха, снимать здесь деньги. Все, что касается финансовой стороны, думаю, это очень будет для многих интересно. Сначала скажу информацию для туристов, так как многие едут на отель, все включено, и потом дам информацию по магазинам, по кафе, для тех, кто уже более длительный срок здесь собирается жить. Итак, смотрите, сколько денег брать, зависит от того вообще, какой у вас тур. Если вы взяли отель «Все включено», то сумма будет одна. Если вы взяли, допустим, завтраки или завтрак-ужин, или вообще едете не на «Все включено», то я расскажу попозже. Итак, какие деньги брать первые? Смотрите, лучше брать доллары или евро. Самый лучший курс обмена – это долларов или евро. Причем, чтобы вас не обманули, меняйте деньги в банкомате, прямо в официальном банкомате официальных банков. Там написан курс, то есть можете его сравнить с реальным, например, в интернете забить. И вам, то есть я запишу видео, вставляете 100 долларов, и он вам выдает местные деньги. Не надо никаких, не бояться, что вас обманут в каких-то обменных пунктах, допустим, в ларьках или в киосках. Вот, меняйте в банкомате деньги. Я всегда меняю деньги в банкомате, что и вам советую. Вот это самый классный банк, где обменять доллары. Выборный курс на Шерри-Стрит, он есть. Ти-Бай-Ти-Эм. Курс египетского фунта к доллару где-то примерно 15 египетских фунтов – 1 доллар. И примерно 1 египетский фунт – 5 российских рублей. То есть умножайте просто цену на 5. Если вам говорят 40 египетских фунтов, это значит 200 российских рублей. Следовательно, если вам говорят 10 долларов, это значит где-то примерно 150-155 египетских фунтов. У меня деньги очень просто. Назумайте сюда. Обмен иностранной валюты. Вот если вам выйдет из курса доллара 15-66, нажимаете «Континью». Что важно, банкомат округляет до 5. Будет 15-69, он даст класс. Он обменяет по курсу 15-65, а не по курсу 15-70. «Континью». Подтвердить. «Континью». Все, автомат обменяет этот день, и сейчас вам даст египетские фунты. Все очень просто здесь меняется, то есть по курсу, по официальному, банковскому. Ну, это мосточный, наверное. Смотрите, в Египте можно также платить долларами во многих местах. Например, за экскурсию вас с удовольствием возьмут долларами, даже лучше, чем египетскими фунтами. Таксист тоже можно взять долларами. Например, вы прилетели в аэропорт, вас даже еще негде деньги поменять не поменяли, можете спокойно заплатить долларами. А вообще банковскими картами здесь во многих местах банковские карты не принимают. Например, в магазине можно заплатить банковские карты. В кафе вам скажут, либо не работает, либо что-то нет, либо просто скажут честным. Ну, еще 3% вам придется заплатить, причем во многих кафе. То есть далеко не во всеми, в мелких магазинах тем более не возьмут у вас карту. Скорее всего, у них даже не будет терминала для оплаты карты. То есть наличные деньги вам в Египте потребуются. Можем снять деньги с карты? Да, можно. Например, есть СИБ банкомат, другие банкоматы. Если вы находитесь на Мамше, лучше снимите деньги в Акрею на этот банк. Здесь было даже повыгоднее, например, именно на снятие, чем в том банкомате, который я вам показывал. Вот он находится на Мамше-стрит, недалеко от Эспланада, Макдональдса. Это банкомат. Пожалуйста, снимайте с карты. Выгоднее всего снимайте с Тинькова. Например, если снимать Тиньков и Сбербанк, выбирать и снимать сумму эквивалентную 10 тысячам рублям, это 2000 египетских фунтов, то у Сбербанка где-то на 150-200 рублей будет невыгоднее. У меня Тиньков, у людей Сбербанк, я всегда плачу меньше на 200 рублей. Ну, вообще, самый выгодный карточек для меня, с которой я снимаю деньги, это Тиньков. Проверял уже, ну, и одна из самых невыгодных – это Сбербанк. Всегда во всех странах чуть больше берет комиссию. Итак, ну вот смотрите, если у вас с отелью все включено, то вам не надо тратить время на еду, деньги на еду, допустим, на кафе, на магазины, так как практически всегда еда есть в кафе. Поэтому, на что вам придется тратить? Вот вам хватит 200 долларов, если у вас все включено. Вот смотрите, экскурсии. Здесь достаточно дешевые экскурсии, при том они интересные экскурсии. Например, квадроцикл на сафари поездить по пустыне стоит 15-20 долларов. Прогулка на яхте – 20-30 долларов. Это посмотреть рыбок, снорклинг, допустим, поездка в Каир, в Люксор. Вот, например, с Хургады стоит 45-50 долларов. Ну, и с Шарм-эль-Шейха чуть-чуть подороже, но опять, ну, 60 долларов. Допустим, 70 будет поездка в Каир. Таким образом, можно сесть, например, в Каир, на квадроциклах, на яхте. Это у вас на одного человека за экскурсию всего лишь выйдет 100 долларов. Вот смотрите, какой вам экскурсионный отдых. Опять, понятно, если вам нужен, допустим, массаж, еще какие-то процедуры, то у вас все это будет подороже. Ну, вот, например, стандартный набор экскурсий. Квадроцикл, яхта. Допустим, историческая экскурсия Каир. 100 долларов на человека потратили. Вот. Что вам еще понадобится? Какая-то родсотовая связь. Можно купить симку от 6 долларов. У вас там будет 5-6 гигабайт. Можно подороже 10-12 долларов. Вот я покупал 12 долларов, 20 с лишним гигабайт у меня было. Будет очень удобно, вы будете всегда с интернетом и сможете звонить друг другу на египетские номера. При выходе из аэропорта можно сразу же подключить сим-карту с интернетом. Вот у меня работает уже через 5 минут. Тут сами выбирайте тарифы, сколько вам гигабайт нужно. Я взял 25 гигабайт за 12 сет долларов, так как буду здесь точно больше месяца. Такси очень дешевые, например, в Хургаде, если ездить. 2-3 доллара по городу, так как их очень много. Очень большое предложение таксистов очень много, то есть цены минимальные. Такое ощущение, что в Египте такси, вот это синий-оранжевого цвета, больше, чем обычных машин. Смотрите, вот у нас сувениры, допустим, мы на экскурсии 100 потратили, там, здесь на симки, ну, водичку иногда можно где-то купить, фруктов, там, хотя и в отеле-то все есть. Я купил у нас на лавке фруктов, персик, апельсин, банан, вот это у меня все вышло, 100 рублей всего лишь. Ну, и, ну, сувениры, допустим, 1-2 фунта, например, финики, сладости, коробки стоят. Больше особо отсюда везти нечего, ну, может, масла парфюмерии, ну, именно египетского, национального. Вот, то есть для более-менее нормального такого, даже бюджетного отдыха, чтобы у вас все получилось, и вы все успели сделать. Если вы берете тур, все включено, хватит 200 долларов на человека. Смотрите сразу про алкоголь. Вот если у вас все включено с алкоголем, то, ну, и не слишком дорогой отель, то будет пиво, либо местный алкоголь. Если хотите хороший алкоголь, в магазинах он не продается, у вас есть 72 часа после прилета, чтобы купить его в магазине дьюти-фри. Например, он есть в Хургадзе, в Сен-За-Моле, либо на улице Мамши. Ну, прогулочная такая, самая центральная улица. 72 часа можете купить алкоголь. Вот. Итак, если у вас отель не... В магазинах, кстати, продается только пиво. То есть крепкие напитки вообще не продаются в магазинах Египта. Если у вас отель не все включено. Вот если коротко, то цена в кафе и ресторанах, и в магазинах примерно так же, как в России. Я подробнее запишу дальше цены в кафе, в ресторанах, в магазинах. Ну, смотрите, коротко скажу, например. Чтобы покушать, у вас блюдо выйдет, допустим, 250-300 рублей в кафе. Если в более дешевом кафе, оно может выйти даже 100-150 рублей, 150-200 рублей. На двоих, то есть экономный вариант, 500 рублей получится покушать, допустим. В более хорошем кафе, на центральных улицах, там, на Широтоне, на Мамше в Хургаде. Получится 1000 рублей, то есть 500 рублей на человека покушать. В магазинах цены примерно такие же, дешевле цены где-то на хлебобулочные. Изделия немножко на молочку, на сыры и на рыбу. Ну, и на фрукты на местные, чуть даже чем в России. То есть вот сколько вы тратите в России, вот как вы планируете тратить. Столько же вы будете тратить в Египте. Смотрите, здесь порты, конечно, очень большие. Вот это огромные два куска рыбы. Можно спокойно есть на двоих. Для один-то еле съем. Стоит 350 рублей, то есть 75 фунтов. Ну, можно даже блюдо спокойно брать на двоих. Настроение. Смотрите, вот когда еще вы идете в кафе, всегда цены указаны очень часто в кафе без местного налога, который составляет где-то около 13%. Так что, если будьте аккуратны, например, уточните, цена с налогом или без. Также, что еще в кафе часто цену округлят. Ну, местных фунтов 2-3 фунта нет. То есть будет 72 фунта. Вам со 100 дадут 25, как будто за 75 фунтов такие чаевые по умолчанию. Типа нету мелких монет, мелкой сдачи. Так что будьте внимательны. Например, у вас стоит еда, допустим, 56-57 фунтов. Вам еще 15 фунтов будет там налог какой-нибудь. Еще пару фунтов у вас по умолчанию официанты вам не дадут. Так что уточняйте эти моменты. Опять, есть кафе, где этого нет. Где есть, где это есть. Перед тем, как сесть в кафе, уточните с налогом или без. Здесь указаны цены. Смотрите, какой вкусный отель мне принесли. Это лазанья стоит 60 фунтов, то есть 300 рублей. Вот ее можно взять на двоих. Она с курицей, можно с мясом, очень вкусно. Вот опять к тому, что, например, вот кафе находится в районе Мубарак-2, напротив Сомир-Иль, то есть в египетском районе. На центральных улицах это, может быть, стоило бы подороже. То есть такая, допустим, 80-75 фунтов. Смотрите, по аренде машины, байка. Ну, тут просто даже нет смысла брать байк или машину в аренду. Ездить особо вот некуда на близкие расстояния. А, допустим, ну, такси дешево, один раз проще доехать на такси, допустим. Если вы куда-то даже захотели доехать по городу, проще на такси. На близкие расстояния ездить особо некуда. Ну, из Хургады захотели вы доехать, например, с центра в район Сальхашиш или Эльгуну. Ну, проще на такси, либо на рейсовом автобусе. То есть, ну, просто даже смысла нету здесь брать машину. Плюс, сами понимаете, она не застрахована. Чуть что случится вам с египетскими разбираться. Поцарапали, не поцарапали. А так, ну, 20-25 долларов стоит в сутки машина. Вот смотрите, есть ли вам смысл ее брать или нет. Аренда квартиры. Вот если вы вдруг приехали так же, допустим, как я, и живете здесь в Египте, то аренда квартиры от 150 долларов, например, в хорошем районе, вот как я снимаю, в самом центра, у меня охраняемый район в Каусире, рядом с улицей Эль-Мамш-Хургаде, 300 долларов. Но подробнее я вам запишу видео об аренде жилья. Подробнее об этом будет видео. Аренда жилья в Хургаде, где лучше жить в Хургаде. То есть, так как для пакетных туристов, ну, для туристов это, скорее всего, не нужно подробно рассказывать. Где лучше покупать еду? Это супермаркеты Метро, Гомла, еще есть рыбный рынок, там, ну, и овощной рынок, там уже кто живет здесь и местные, и русские, кто живет здесь покупать еду. Но для туристов будет достаточно. Смотрите, вообще, если покупать еду, кто здесь живет постоянно. Есть тут много супермаркетов, вот самый большой супермаркет, куда ходят все местные. Вот это Гомла, он находится рядом с Мариной, рядом где столб Марины, рядом где прогулочная набережная Марина. Вот туда, если придешь, там постоянно очень-очень-очень много людей, как местных, так и тех русских, кто здесь живет. Есть еще супермаркеты Метро, Абуашер, Карифур, но они такие, как бы, супермаркеты рядом с домом, небольшие такие супермаркеты. Туда вот ходят по мелочи, если что-то купить, то, ну, допустим, вода, кончилась вода, молоко. С основными покупками ездят в Гомлу. В Гомлу и, например, на овощной, на рынок в Дахар. Дахар это район, где живут местные. Я сейчас туда не езжу, так был один-два раза, и все, я в Гомлу хожу, мне в Гомлу хватает. Свежевыжатый апельсиновый сок, литр стоит 18 фунтов, 90 рублей. Вот я его беру всегда. Соки где-то, ну, вот 9-10 фунтов, это минималка, то есть 45-50 рублей, если пакетированные соки. Я беру в Гомлю свежевыжатый, мне он больше нравится. Здесь очень большой выбор йогуртов, молочной продукции, сыров. Ну, питьевой йогурт начинается от 5 фунтов. Мне, например, нравится с манго, йогурт с манго. Вот он, Юхайна. Потому что в России манго особо нет. Литр молока начинается от 5 фунтов, то есть от 6,25-30 рублей. Но есть и подорожный, например, за 12 фунтов. Бананы стоят 12 фунтов, 60 рублей килограмм. Килограмм арбуз 9 фунтов, то есть 40-45 рублей килограмм. Хороший. Вообще местные все предпочитают покупать. Например, фрукты, овощи на рынке в Дахаре. Потому что их цена там стоит меньше гораздо, чем в магазинах. Это местные бананы, то есть стоят меньше, чем импортные. Килограмм помидор стоит 8 фунтов, 40 рублей. Фрукты, которые здесь растут местные, они стоят дешевле. Вот, например, местный апельсин 4 фунта, 4-5 фунтов 20-25 рублей. Вот, например, это импортные бананы. Но уже такой отборный, например, 155 фунтов за килограмм. То есть мясо начинается от 65 фунтов за килограмм. То есть от 30 рублей за килограмм. Выбор большой. Полуфабрикаты начинаются от 8 фунтов. То есть с 45 рублей. Это, например, вегеталовый овощной суп. Брокколи 10 фунтов, 50 рублей. Маленькая пачка макарон стоит 4 фунта, то есть 20 рублей. Допустим, большая пачка макарон стоит 8 фунтов, 40 рублей. Я пытаюсь найти просто грамм, на них нигде не написано. То есть это килограмм макарон 8 фунтов, 40 рублей. Пачка чая, например, 100 грамм 9-10 фунтов. То есть где-то 50 рублей. Но вот есть самый дешевый местный чай, 3,50, 15 рублей. Если хотите провести из Египта специи, вот, кстати, можно зайти в этот же супермаркет Гома. Здесь 60 фунтов за килограмм разные специи. То есть 300 рублей килограмм. Ощущение, что тут продаются только одни финики. Финики стоят от 11 фунтов. 55 рублей. Вот в магазине Гома. Огромный выбор, если они вам нужны. Смотрите, как выходит с Марины. Вот здесь есть рыбный рынок. Очень-очень много различной свежей рыбы. Можете купить, и при вас ее прям могут здесь приготовить. Вот как раз люди выбрали рыбу и заказали домой. Я тоже иногда беру. Очень классно, очень вкусно. Но цены уже сами тут торгуются. Как за какую рыбу, что вам понравится. Потому что разные цена. Хай! Посмотрите, конечно, главное правило. Вот когда вы идете на рынок, чем больше вы походите на турист, тем лучше, допустим, вот оденьте какую-нибудь простую одежду, когда уже загорел. Ну, если вы все фоткаете, ко всему прицениваете, естественно, вам ценник будет называть выше. Ну, и торгуйте всегда. То есть, допустим, если мне что-то нужно купить, особенно много всего, я так не хожу, вот я сегодня ничего не купил, я вам записываю. Я одену, у меня вот есть индийские старенькие штаны, футболка. То есть, как будто я уже местный житель, ну, я реально здесь уже живу два месяца. Штаны, футболка, и пошел, допустим, сюда покупать еду. Буду цену называть, естественно, меньше, чем, как вы видите, за мной туристом. И дам еще вам совет, который поможет сэкономить деньги. Вот смотрите, если вы прилетели только в первые дни, вот не ходите сразу, не покупайте. Вот рядом с отелем, где увидели все подряд, все эти сувениры. Вот понимаете, вот явно видно, даже когда вот вы приехали, ну, я даже вижу, что турист первые 2-3 дня здесь, ну, белый, не загоревший, ничего не знает, спрашивает. Продавцы это тоже видят, особенно на центральных улицах. И у вас будут цены дороже, чем вы сможете купить потом уже, когда вы несколько дней здесь отдохнете, загорете. Сравните цены в магазинах, просто поторгуйте, попробуйте поторговаться. Вот только вам, это вам один совет, мой совет, поможет сэкономить вам достаточное количество денег. Вот если он вам поможет сэкономить деньги, вернитесь, поставьте лайк этому видео, мне будет приятно. Вот смотрите, еще какой важный момент на центральных улицах, на том же, вот, например, на Мамше, в Широтоне, есть огромный магазин, написано сувениры, то там цены будут, скорее всего, на многие вещи дороже, чем на такие же сувениры в магазинчиках, допустим, в более таких, менее туристических местах. Смотрите, например, чтобы не быть голословным, вот я зашел вот рядом с отелем, с Синбадом, есть магазин, там продается шампунь. Вот там шампунь стоит 55, один и тот же. Я иду в местный магазин Абу Ашер, в обычный магазин, в супермаркет, он там стоит 35 фунтов. То есть практически, ну, в полтора раза один и тот же шампунь, пройти 5 минут я купил дешевле. То есть обычный шалман для мытья волос. Это все касается, ой, мухи летают, и остальных товаров. То есть просто вот по улице Шератон вы идете, зайдите на смежную улицу, там есть смежная улица, и там также может продаваться какой-то аксессуар, какие-то магнитики, например, какие-то сувениры. Вот чтобы не быть голословным, я на центральную улицу зашел в магазин сувениры. У меня сломалась селфи-палка, я спросил, селфи-палка сколько стоит. Мне сказали 200 фунтов, я сразу разглянулся, пошел уходить продавец, побежал за мной. Ой, давайте за 100, там 150, давайте за 100. Я пошел на улицу Шератон, также на смежную улицу. Сколько селфи-палка стоит? Там 60. Я поторговался, купил эту же селфи-палку за 40 фунтов. Всегда еще в магазинах, вот в ларьках, обязательно торгуйтесь. Вы сможете скинуть цену, ну, в полтора раза сможете скинуть, скорее всего. Это важный совет, торгуйтесь. Если кто хочет сделать своей девушке подарок, вот такой классный цветочный магазин находится в конце Шератона, в самом конце улицы Шерри, Ажар Плауэрс. Я вам записал все, что знал. О ценах, сколько денег брать в Египет, какие деньги брать в Египет. Постарался записать все подробно, чтобы каждый нашел ответ в этом видео на свой вопрос. И пакетные туристы, и те, кто собирается жить в Хургаде, и те, кто, например, едет отдыхать самостоятельно. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.